так всем привет сегодня у нас sony 71 211 в таком состоянии его судя по всему либо отвал видео чипа либо отвал памяти видео чипа в случае много я с ним ничего смогу сделать попробуем сейчас почистить его вроде разбирается несложно также попробуем может быть потом прогреть память либо видео чипсом посмотрим как он там находится запаянный скорее сюда запаянный потому что здесь у нас процессор ай 5 стоит и видеокартер доновская отдельно значит график у нас не в процессоре вот таким забавными полосками он выглядит через одну ну возможно дело в памяти у нас так как он перегревается в случае почистить надо принципе можно так при желании пользоваться но не особо выглядит здесь у нас такой дизайн интересные кнопочки ассистент выплываю кнопка включения сони перестали выпускать ноутбуки в определенном году не помню в каком в четырнадцатом шарли в десятом теперь чтобы встретить соневский ноут надо еще постараться но в моей практике уже это третий или четвертый ноутбук свой чем тут имеем спереди 10 наушники микрофон здесь есть переключатель вай-фая не сниму картридер а здесь второе картридер для flash к sony похоже у них свои кошки были видимо так он число выключен попробую разобрать не там вроде как просто снизу все винты отворачиваются и вы просто крышка снимается один там ничего такого сложного не должно быть судя по инструкции которая виду тачпад тут немного в левой стороне находится не по центру клавиатура непонятно вроде одним пластиком идет скорее всего так я здесь уже жесткий отворачивал сейчас здесь у меня родной стоит здесь крышечка на двух винтиках что у нас еще здесь вот откроем посмотрим может быть здесь оперативка аккумулятор уже я снял дисковод сейчас отвернем ну и все как полагается так здесь у нас еще 3 usb 2.0 дивидиером на этой стороне и сад который можно использовать тоже как usb порт едимой вга план разъем есть питание есть еще один картридер что хера себе то туда вот этот телефон отдыхает со своим лодком 7 прикольно видимо тоже какие-то флешки можно ставить тогда зачем здесь это целый картридер в этом углу находятся под разные флешки не только micro sd интересно такое решение так ладно сейчас все развернем продолжим так отвернул все винтики они приблизительно все одинаковые но есть несколько разных есть под аккумулятором два маленьких здесь дисковод держит два винтика обычный дисковод на одном винтике держится и где петли крепится по краям там большие винтики даже саморезы нет винтики на винтики здоровые все остальные они одинаковые идут но еще помимо тех что держит крышку сверху и вот эту крышку под оперативку там не все одной длинной то есть не перепутаться очень сложно принципе мы все отвернули по идее здесь осталось только поддеть сейчас одной рукой неудобно поддевать сейчас я открою продолжим так сняли заднюю крышку перед этим нужно вытащить этот картридер защелку и просто приподнять по периметру она отщелкивается ничего сложного самый простой наверное разбор который может быть все бы так оставили здесь у нас открывается доступ к платьям судя потому что есть термопрокладка я похож его уже чистил может быть тогда я не снимал это что-то из термопрокладки обычные оставил хотя может быть она весь была сейчас точно утверждать не буду вот этот картридер тот самый батареечка тут на проводе вентилятор сейчас снимем процессор съемный видеочип соответственно запайный здесь еще похож хаб соединяющий себе северно-южный мост ну видимо может быть на той стороне щеку к этим у нас есть но скорее всего это хаб так сейчас нам как в принципе на всю плату не обязательно снимать сейчас снимем охлаждение почистим заменю термопасту запустим проверим что ничего не изменилось и потом попробуем поднуть еще раз сняв охлаждение вот сюда вот на чипы памяти рядом с видеокартой если два чипа не помню сколько здесь видеопамяти скорее всего гигабайт может быть два скорее всего один 10 на 2 512 так думаю на них подуем потом опять проверим что ничего не изменилось и уже потом падаем на сам видеочип на скорее всего картинка восстанавливается но ненадолго но ко всему по порядку сначала снимем охлаждение для этого у нас что тут 4 винтик обычно здесь 2 на видеочип разъем питания здесь вот вентилятор держится на одном видимо так это у нас дисплей что там еще эти шлифа идут здесь можно снимать на вентилятор на одном держится что раз а вот на втором на двух винтик вентилятор и на шести охлаждение на степени сейчас вернем посмотрим что нам там внизу ждет так снял охлаждение все-таки которая убеждает что я уже чисто потому здесь патска только пт-8 то ли гд-100 с атаку уже не можешь с гд-900 темненькой и намажем может быть из-за нее он и перегрелся по моему он и до этого ну вот они артефакт я просто перегревался теперь еще артефакт начал на так что тема послушка лучше намазывать на ноутбуках по крайней мере сейчас это почистим намажем гд-900 продолжим так и также разобрал вентилятор еще здесь у нас на 4 саморезах крепится открывается крышка вентилятор съемный просто одевается я маленько смазал заодно сейчас все это соберем обратно и будем чистить менять пасту в общем очистка как обычные и думал ничего не дала также артефакт 5 его разобрал попробовать эти два чипа памяти пропаять чтобы не разбирать всю конструкцию продать будет тепло водить ну попробовать стоит потому что да видео чипсом только фен у меня маленькая мозги пудрит да ладно так как видим артефакт пока что пропали не насколько это хватит но пока вроде бы работает собрал его до конца как обычный не без лишних запчастей выпалкает хрень долго думал чуть такое итоге оказалось от задней крышки какой-то ну типа теплоотвод вместе крепление петли шел отломил здесь крепление него и она упала я искал долго куда она должна была быть присобачена случайно нашел потом качу лишь не запчасть вот сейчас чем немного потестируем еще посмотрю сколько материнки у него стоит не может быть заканчивать всем пока ставим лайки подписываемся репосты комментарии пишем скид вопрос есть теперь точно все и и и и и и и и